Они тратят уйму времени в спортзале, выныряют калории, подсчитывают граммы, сидят на строгой диете и порой ограничивают себя в мирских удовольствиях. И все это для того, чтобы иметь атлетическое тело и гордо носить звание бодибилдер. Это максимальное развитие мышечной массы всей, то есть мы не качаем чисто бицепса, у нас вся мускулатура, она должна быть пропорционально развитой. При этом мы следим за питанием, это очень важно, и не позволяем большому количеству жировой массы скапливаться. То есть мы хорошо выглядим, это культура тела. Бодибилдинг, то есть он в принципе не противоречит другим видам спорта. В советские времена бодибилдинг был, он маленечко по-другому назывался. Ну, культуризм, атлетика, да, атлетический фитнес, это в 80-е годы это уже было все у нас, особенно в Питере. Оттуда у нас как бы столица нашего культуризма российского идет. Мифов очень много, очень много. Ну вот, например, если ребенок начнет заниматься бодибилдингом, он не вырастет. На самом деле, если правильно под контролем тренера заниматься подростку, у него меняется гормональный фон. Он будет хорошо кушать, у него будет аппетит хороший. И он наоборот лучше вырастет, у него будет уровень гормонов будут выше. Того же сама ты тропнула в тестостерон, он будет крепче, выше, сильнее. Женя, хочу задать тебе такой вопрос. Вообще, зачем ты всем этим начал заниматься? Зачем тебе это надо? Ну, смотри, у каждого мужчины изначально есть вот это вот желание быть максимально развито физически. И просто у кого-то оно сильнее. Вот у меня это первое впечатление, также фильм из раннего детства с Арнольдом Шварценеггером. Я увидел эти мышцы, и на меня это произвело нереальные просто впечатления. Первую штангу я принес с помойки в 6 лет. На улице кто-то выкинул, и я уже в 6 лет не смог мимо нее пройти. Мне тогда показалась такая ценность. И когда я притащил на первый этаж, моя мать не смогла даже порог, через порог ее притащить. То есть это первый, скажем, опыт работы с железом. Гантельки советские у меня были, я с детства любил их поднимать. А потом занимался разными видами спорта, дзюдо, боксом. Но всегда меня интересовала именно качалка при вот этих вот каких-то секциях. Сколько по времени, если говорить о профессиональном бодибилдинге, нужно проводить времени в тренажерном зале? Знаешь, на самом деле не так много. Вот даже готовясь сейчас к чемпионату России, у меня 6 тренировок в неделю по 2 часа. На начальном этапе, возможно, побольше. Но когда уже есть определенный опыт, больше не нужно. Многие считают, что вы там себе что-то вкалываете, себе колете, постоянно сидите на стероидах. Так ли это? Какую диету вы себе даете? Как вы питаетесь? Если брать вопрос допинга, здесь проблема не нашего вида спорта. Проблема допинга, она есть в целом во всех соревновательных видах спорта, больших достижений. То есть это, ну, у нас, может быть, побольше скандалов возникает, да. Поэтому нас не хотят принимать в Олимпийские игры, потому что боятся как раз этих всех скандалов. Но, опять же, мы не делаем ничего того, что не делали бы другие спортсмены в других киноспорте. Основа моего рациона – это именно правильно здоровая пища. То есть, что такое правильная пища? Это когда у человека белки, жиры, углеводы поглощаются в нужной пропорции суточной. То есть нельзя что-то убирать, это неправильно. Нам нужны белки, так как это строительный элемент всех наших мышц и внутренних органов, они постоянно обновляются. Что такое углеводы? Это крупы, макароны, фрукты, овощи. Это энергия, это как бензин для машины. И это обязательно нужно кушать. Что такое жиры? Жиры – это работа здоровой гормональной системы, здоровая кожа, волосы. Все это нужно кушать из натуральных источников. То есть я не сторонник каких-то биологически активных добавок в больших количествах. Просто все должно быть в меру. Никогда не грешил? Нет, я, конечно же, грешил. Мы живем один раз. И отказаться от всего нереально. Но реально жить будет грустно. Какие виды бодибилдинга существуют? Ну, вообще, в рамках наших соревнований там проходят и конкурсы красоты. Они не проходят по минспорту, но очень популярны. Это пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Бодибилдинг – это уже все-таки доведение тела человека до максимальных его возможностей. Также есть классический бодибилдинг, как я сказал, проходит в нашей федерации соревнования по фитнесу. Это очень красиво, очень зрелищно. Давай перейдем к теме позинга. Вот это все, да, любят вот это все? Все постоянно? В бодибилдинге 7 основных поз, да, обязательно. Немножко, то есть это все их нужно освоить или как? Конечно же, над позингом нужно работать. Грамотно показать себя – это очень важно. Если ты неправильно поставишь позу, тебе могут не зачесть балл, или ты будешь выглядеть хуже, чем твой, скажем, соперник. Поэтому существует 7 обязательных поз, их нужно отрабатывать. И это очень сложно, на самом деле, когда все силы остаются на тренировке, когда ты мало кушаешь, чтобы сократить процент жира. Прожимать все мышцы – это физически тяжело. С автозагар, он позволяет скрыть эти лишние граммы жира? Для чем он нужен? Это очень жестокая вещь под софитами. Это наш специальный грим, он наоборот показывает все, то есть все нюансы. Это специальный сценический грим, который высыхает, не пачкает сильно, и его довольно легко смыть. И мой традиционный вопрос. Три главных качества профессионального настоящего бодибилдера? Ум, дисциплина и генетическая предрасположенность к этому виду спорта. С каждым годом все большую популярность набирают соревнования по фитнес-бикини. Ульяновск не исключение. Подготовка к конкурсу и сами его условия постоянно ужесточаются. Изначально девушки выходят на сцену ради скромных целей. Показать себя, проверить собственные силы и, как бы это банально не звучало, получить красивые фотографии. А если затянуло, то обратной дороги нет. Бесконечные выступления, тренировки, костюмы. Бикинисток отличают раздельные купальники, которые шиты на заказ и выполнены по особым стандартам. Кстати, самым популярным цветом среди всей палитры купальников признан красный. Туфли у девушек с точенной фигурой тоже специальные. Если быть совсем точным, то это прозрачность силиконовой босоножки с каблуком не выше 12 сантиметров. Самое сложное это донести то, что можно как ни выкладываться, не получится прыгнуть выше головы и изменить себя, стать друг мужчиной и женщиной. Нет. Они очень аккуратные, они очень тоненькие. Весь рельеф вылезает за счет сушки, за счет уменьшения жировой прослойки. Поэтому, кажется, очень рельефный. И опять же, позинг. Они прожимаются, они максимально расширяют мышцы, они их увеличивают. И у девушки, которые были маленькие плечи на позинге, там такие масштабные плечи, кубики пресса и так далее. Это... То есть это некая иллюзия, да, получается? Позинг в этом и суть позинга. Они в жизни, они одевают платья, они одевают любую одежду. Они аккуратные, ровненькие девушки. Ничего общего с мужчиной нет. Женский позинг кардинально отличается от мужского. Даже в каждой подгруппе фитнес-бикини он свой. В отличие от классического бодибилдинга, девушки демонстрируют свою красоту тела четырьмя позами. При этом все они должны быть грациозными и изящными. 70% успеха на сцене зависит именно от удачного позирования. А вы говорите, нет женственности в этом спорте. Итак, я приступила к освоению фронтальной и боковой поз. И на один бок перенеси вес на одну ногу. О, Господи, а насколько далеко должна эта нога стоять? Здесь абсолютно без разницы. Кому как удобно, насколько устойчиво стоять. Кому как устойчиво стоять. И максимально раскрывается спина. То есть, вот, девочки, раскрывают спину, раскрывают плечи. Из-за этого зрители увеличиваются. И ты должна красиво выглядеть сбоку. То есть, ты не назад отклоняешься. Ты немножко уходишь вперед. И ягодицы оставляешь немножко назад. Немножко и прогиб в спине. У меня уже все затекло, если честно. То есть, вот они. Икроножные мышцы, правда, затекли уже через минуту. Да и не только икроножные. Особый удар на себя берет поясница и мышцы спины. А ведь девушкам на сцене порой приходится по несколько минут застывать в одном положении. Чтобы судьи со всех сторон по достоинству оценили их формы. При этом умудряться расслабить лицо, естественно, улыбаться и ровно дышать. Бывает и такое, что красотки сразу после демонстрации чуть ли не падают за кулисами от изнеможения. Вот где действительно красота требует жертв. Бодибилдинг не просто спорт, а образ жизни и титаническая работа. Чтобы стать настоящим чемпионом, недостаточно иметь груду мышц. Красивым телом должен править высокий интеллект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok